Хрустящие белорусские драники, горячий украинский борщ, фаршированная щука по-русски и, конечно же, ароматный кавказский шашлык. Десятки блюд разных народов России и зарубежья. Настоящий праздник для гурманов. В Сургуте состоялся вкусный межэтнический фестиваль. У гостей была прекрасная возможность познакомиться с традициями народов и отведать их национальные блюда. Не осталась голодной наш корреспондент Елена Каткова. При упоминании Белоруссии большинство югорчан сразу же вспоминает слово «картошка». А значит, и стенд этой Буратской республики немыслим без хрустящих драников. Всего же в меню десятки блюд из традиционного белорусского корнеплода – бульбы. Мы же все славяне. Россия, Украина, Белоруссия. И вообще, исконно русский – это, например, бездрожжевой хлеб или картошка, которая выращивается, потому что у нас очень много картошки. И из этой уже картошки готовятся блюда различные. Это и вареники, можно с картофелем, и дранники. А какой-нибудь секрет основной есть, чтобы они получились с любовью? А вот татарская национальная кухня отличается обилием мяса и выпечки. Конечно же, на столе традиционный чак-чак, который, как говорят сами татары, готовить нужно обязательно вдвоем. Есть еще один секрет, который нам, правда, так и не открыли. Зато показали, как слепить костыбы. Мы готовили костыбы. Это лепешечки. Они переводятся с татарского, как «прищемить». Это кружочек, прищемляют и мажут пюре посередине. Мы готовили чак-чак также сами. Балеш – это пирог с мясом и с картошкой. И баурсаки мы все готовили сами. Вкусный межнациональный фестиваль в Сургутском педагогическом университете проходит второй год подряд. Между прочим, это не просто выставка, а самый настоящий экзамен по дисциплине основы межэтнических коммуникаций. Это такая альтернативная форма погружения в историю, культуру и традиции народа. Та же самая кухня. Задача не только представить красиво. Можно попросить бабушек, можно попросить мам что-то приготовить. Задача заключается еще и в презентации. Всего на фестивале представлено порядка 30 блюд разных национальностей. Можно попробовать украинскую, цыганскую, татарскую и даже мексиканскую кухню. Членам жюри можно в хорошем смысле слова позавидовать. Важна подача блюда, демонстрация ребятами культуры, традиций народа, кухню, которого они представляют. Важно использование каких-то семейных рецептов. Сразу после оценки блюд жюри к столам пригласили рядовых зрителей. Украинские борщи сметаны и пампушками, фаршированный еж, ризотто, кавказский шашлык и фаршированная щука исчезли в течение 10 минут. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра» Сургин.